МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда, например, пикша выдается за треску, а маргарин за сливочное масло. Эксперты сомневаются в эффективности кодекса. За его нарушение предусмотрена только репутационная ответственность и желание получить выгоду может перевесить. Добавлю, по данным Роспотребнадзора, за прошлый год в службу поступило около 6 тысяч жалоб на некачественные продукты. Большинство уведомлений о фальсификате пришлось на молочку. Алкоголь и табак предлагают убрать из продуктовых магазинов и продавать исключительно в специализированных. Опускать в такие заведения только людей старше 18 лет. Такой законопроект разработали в Госдуме. Автор инициативы депутат Андрей Свинцов считает, мера поможет уменьшить число спонтанных покупок вредных товаров, а ассортимент в магазинах не будет провоцировать молодежь пробовать спиртное и сигареты. Как отмечается в документе, ночью такие магазины работать не будут, так как в это время продажа алкоголя запрещена, а реализацию только табачных изделий нерентабельна. 20 компаний подняли цены на автомобили в России сразу после Нового года. Шесть сделали это еще в декабре. По данным агентства Автостад, с 1 января на 12-25 тысяч рублей выросли цены на Лада и УАЗ. От 11 тысяч рублей дороже стали стоить автомобили Ниссана, от 15 – Киа и Фольксваген, от 19 – 20 тысяч – Хюндай, Митсубиши, Пежо, Ситроэн. Остальные прибавили в цене еще сильнее. Бренд Форд отличился и снизил цену на седаны, хэтчбеки Фиеста на 18 тысяч рублей. Правда, стоимость остальных моделей этой марки выросла от 10 до 100 тысяч рублей. Средняя зарплата в Перми по итогам 2018 года – 30 580 рублей. За год показатель вырос на 4,5%. Это данные сайта Авито Работа. Его эксперты проанализировали рынок труда и выяснили. Самые высокие средние оклады отмечены в категории строительства – 38 610 рублей, а минимальные – 19 180 рублей в разделе «Домашний персонал». Сильнее всего выросли зарплаты в категории фитнес-салоны красоты на 18%. Самое значительное падение наблюдалось в сфере охраны и безопасности – на 12%. Самыми же востребованными остались профессии в пяти сферах – продажи, транспорт, логистика, производство сырье, сельское хозяйство, строительство и автомобильный бизнес. На эти вакансии пришлось почти две трети всех размещенных объявлений за прошлый год. Курсы валют на 19 января – доллар 66 рублей 33 копейки, евро – 75 рублей 58 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах. Продолжение следует...